В Кирове 13.07 программа «Особое мнение» в эфире, в студии Анна Лапшина. Приветствую слушателей, говорю здравствуйте гостю нашей студии, Роману Титову, вице-спикеру Законодательного собрания, сопредседателю регионального штаба УНФ. Роман, добрый день. Добрый день. И хорошо, что у нас на дворе по-прежнему стоит затяжная осень, не только на радость нам, но на радость коммунальщикам и дорожникам, которые пытаются заделать о грехе прошлого лета. До сих пор, до сих пор раскопанные, между прочим, я вижу участки дорог, до сих пор огражденные проезды, не очень понятно, потому что на этой неделе, по-моему, чуть ли не с завтрашнего дня уже обещают снегопады, когда все это будет отделано. На начало ноября в городе Кирове было порядка 200 незавершенных раскопок, и ладно, барахеологи копают коммунальщики, лета не хватило. Не успели. Хорошо, ну мы к теме концессии обратимся, напоминая слушателям, что вопросы гостю можно задавать через форму анонсов на нашем сайте эхокирова.ру, и вопрос уже есть, касается как раз консессии по теплосетям, но к консессии мы обратимся чуть позже. Напоминаю также, что на нашем сайте вечером сегодня появится аудио-видеозапись нашего с Романом разговора, и если служба двостей дойдет возможность такой, то и расшифровка тоже. Пожалуйста, заходите, читайте, да, смотрите эхокирова.ру. Ну, начнем, конечно, да, мы с того, что нас всех волнует, это оплата коммунальных услуг, деньги, которые мы вносим каждый месяц, да, и так сложилось, что под занавес года, как минимум по одной из составляющих, мы до сих пор не представляем себе, сколько будем платить. Речь о тарифе за вывоз твердых коммунальных отходов, должны его утвердить по закону, по-моему, к 20 декабря, но когда были несколько пресс-конференций по этому вопросу, по изменению схемы оплаты и так называемой мусорной реформе, обещали нам, что вообще-то мы не будем затягивать до последнего, и вообще-то мы, конечно же, постараемся в ноябре уже всем все рассказать, чтобы люди были готовы. Что выясняется сегодня? Сегодня у нас в эфире был руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Сергей Улитин. Вот буквально час назад он здесь был, и Сергей Николаевич говорит, что до сих пор непонятно даже, будем мы платить с квадратного метра за вывоз отходов или с человека. Максимум, что официально сообщается, это было в пятницу, что платежки на мусор нам будут приходить одновременно с платежками за электроэнергию. Опять же непонятно, это будет одна какая-то бумага. Можно ли будет оплатить отдельное электричество и отдельный вывоз мусора, или нельзя? Зачем это сделано? Почему так долго? Вот сейчас забуду все эти вопросы, которые мы сейчас задали. А я буду напоминать. Начнем с того, что у нас с Сергеем Николаевичем мыли с ним одна информация. Мы с ним оба члены региональной рабочей группы по контролю за переходом на новую систему отношений в сфере отходов. Это группа с нам при региональном отделении Народного фронта, первая в стране. Действительно, на настоящий момент неизвестен не только размер тарифа, хотя прогнозно могу сказать, что наверняка он составит в районе 120-130 рублей с человека. Все-таки с человека. Если он будет с человека. Но подхода единого нет до сих пор, потому что есть мнение, что возможно в Кирове стоит установить тариф с квадратного метра. А в районах под ушевой. В чем логика? Это якобы в Кирове не все люди, точнее проживает много людей непрописанных. В силу того, что мы видим, есть миграция из районов области, люди снимают квартиры, проживают непрописанных. Садит собственнику квартиры, а проживает там реально 5 человек, например, из района. И эти 5 человек образуют отходы в несколько большем количестве, чем в учете значится. В районах области все прозрачно, люди стоят, люди прописаны, люди проживают. Так считается на самом деле. И мне кажется, вот эта неразбериха, она в том числе и приводит к тому, что идет затягивание подачи заявки, идет затягивание подачи рассмотрения заявки. Хотя, мне кажется, уже вчера надо было начать разъяснительную работу с населением по поводу того, сколько это будет, сколько вешать грамм. Мне кажется, уже все сроки вышли. Полностью согласен. Действительно, единого подхода пока нет. Так, а когда будет? Не позже 20 декабря, но, слушайте. Слушайте, ну, это ощущение, Роман, что они специально до 20 декабря затягивают, когда людям будет не до того. Все будут бегать в подготовке к новогодним праздникам, а потом в начале февраля всем как обухом по голове вот эту новую платежь. Если это делается сознательно, я не могу сказать, так это или нет, то это плохая задумка, потому что чем позднее люди узнают, тем сильнее сжахнет. И так мы понимаем, что в число плательщиков за мусор попадут люди, которые никогда за мусор не платили. Размер платежек явно увеличится по сравнению с тем, что мы сегодня платим. Ну, давайте даже простая арифметика. К примеру, сегодня в Кирове мы платим за мусор в составе платы за содержание общего мышца. 20 рублей с квадрата, да? Ну, в среднем. 20, 22, 25. 20, из которых мы 5 рублей за мусор платим. Там остальные идут управляющие компании. Квартира 60-кратных метров, мы платим за нее, соответственно, 300 рублей. Но если в этой квартире там будут проживать 3 человека, то с нового года мы будем платить, к примеру, 360 или 400 рублей, да? Уже есть рост. Что говорить о тех людях, о тех, кто живет, например, в домах с печным отоплением сегодня, у которых никакой платы за коммуналку вообще нет, и они получат эту квитанцию. Вопрос провала информационного сопровождения, на мой взгляд, он даже не обсуждается. То есть это очевидно. Да, сегодня ведется разъяснительная работа на местах. Целые бригады ездят, проводят, муниципальные бригады ездят, проводят сельские сходы. Но люди задают один вопрос. Это мне главы районов рассказывают. Люди задают вопрос, сколько это будет стоить? На этот ответ никто не может дать. На этот вопрос никто не может дать ответ. Собственно говоря, это главный вопрос. Сколько это будет стоить? Но мне кажется, примерный порядок можно раскрывать. Я предполагаю, в основном, что это будет 120-130 рублей человек. А если с квадратного метра, есть ли цифры? Вообще региональный сур по тарифам будет утверждать тариф не в цифрах с квадрата, не в подушевом разрезе, а в стоимости кубического метра отходов. А дальше это будет по разным методикам переводиться в одну или в другую плоскость. Предположу, что куб мусора будет стоить порядка 1000 рублей с учетом услуг регионального оператора. Человек у нас в год образует по нормативам 1,7 кубометра отходов в год. Это у 1700 на человека в год. Поэтому прогноз 120-130 из этих расчетов выводится. То есть по квадратному метру вообще пока ничего нельзя сказать? Если будет принята такая система, сколько будет стоить вывоз с одного квадрата? Ничего не могу сказать. Это вопрос внутренней роста. И, к сожалению, они от комментариев воздерживаются. В том числе на прошлой неделе в четверг мы проводили большое заседание с участием всех фракций ЗАГС Собрания, с участием активистов УНФ. И там представитель регионального сур по тарифам воздержался от ответа на наш вопрос о стоимости. А поторопить их как-то можно? Уже торопим как можем, честно говоря. Что касается платежек. Платежки, да. Тоже непонятно, как они будут выглядеть. Действительно, нет, понятно. Это стало нам понятно в прошлый четверг, когда мы попытали заместителя руководителя регионального оператора. Нам сказали, что заключен договор с компанией «Энергосбыт», которая будет выставлять двойные квитанции, наверное, слово нехорошие, платежки с двумя графами. То есть будет отдельно графа за электрическую энергию, которая потребляется людьми, и графа за услуга по обращению с ТКО. То есть это будет одна бумажка, где будут два пункта. Два пункта. Ну, тут, говоря молодежным языком, нас бомбануло, как нам эту информацию задали. И Сергей Павлович Мамаев, и Федор Васильевич Шуравев, и Владимир Александрович Костиным. Все задавали много вопросов, связанных с этим. Во-первых, в чем проблема? То есть электричество в дома всегда поставляется. Не дай бог не поставят. Это авария на ЛЭП или что-то еще. МЧС, пожарная милиция, все впрягаются, органы местного управления. То есть эта услуга, безусловно, должна быть оплачена. А что делать, например, бабушка из отдаленной деревни, если она помимо платежа за электричество получит в этой же платежке, с единой суммой платежа, получит квитанцию еще за мусор, а мусор, в силу того, что кто-то плохо сработал в январе, чего нельзя исключать, и сам рекоператор это не исключает, услуга по вывозу мусора не оказывалась. Задали вопрос, куда бежать? В энергосбыт. Знает ли энергосбыт, оказана услуга или нет? Нам ответили, ну, скорее всего, не знает. Отлично. То есть, соответственно, бабушке придется ехать в город Киров. И итогом наших разбирательств стало предложение, которое, в принципе, представители Куприта поддержали на начальном периоде. В переходном хотя бы закрепить за каждым районом представителя уполномоченного регионального оператора, который сможет все эти проблемы расшивать. Ради чего эти двойные платежки были сделаны? Ну, с двумя строчками. Первый аргумент, если бы региональный оператор расслал платежки, это стоило бы 12 рублей за человека в месяц, а сейчас это будет стоить 6 рублей за человека в месяц. Эти затраты, они тоже закладываются в тариф, да? Или нет? Не услышали мы ответ на это. Так. В два раза дешевле работать через энергетику. В два раза дешевле, но Киев в два раза дешевле. Второй, такой подспудный, но мы задали вопрос и получили ответ. Да, это сделано для того, чтобы на начальном этапе повысить собираемость. Чтобы не было кризиса неплатежей, как было с капитальным ремонтом. В первые годы. Дескать, мы сделаем платеж за электричество и платеж за мусор, и эту квитанцию с большей долей вероятности оплатят. А вот сейчас вопрос. Отдельно эти вещи можно оплатить? Нет. Как это? Ну как, это единая сумма в квитанции. Как вы придете и скажете по квитанции, что вот я оплачиваю одно, а не оплачиваю другое? Нет, нельзя. То есть надо платить вместе. То есть мы тогда коллегам из Зарикоператора сказали, вы делаете очень неправильную вещь. В том числе, например, по льготникам. То есть если человек, пока он разбирается с платой за мусор, оказана услуга, не оказана, надлежащего, качество не надлежащего, он не оплачивает и услугу энергосбыта. То есть, соответственно, у него возникает долг, и ему приостанавливается предоставление социальных льгот. Чего, справедливо, что ли? Конечно, несправедливо. И неправильно. Действительно, региональный оператор понимает, что на начальном этапе собираемость будет на уровне 40% от выставляемых квитанций. А все будет зависеть от того, как сработает региональный оператор. Вот если я 1 января выйду к мусорным баку и увижу кучу мусора, у меня не будет желания в конце месяца платить 120 рублей за это. Именно к этому, по опыту фонда капитального ремонта, мы пришли на это посвящение. Я говорил на эту тему, я говорю, коллеги, понимаете, не сработают ваши квитанции, а вот повышение качества оказания услуги сработает. Если люди в январе увидят, что они также к мусоровозу со всей деревни выходят с мешками и выкидывают этот мусор, почему они должны платить больше? Почему единая сумма у нас идет за такой мешковой сбор мусора 2 раза в неделю и за ежедневный вывоз мусора в Кирове из многоквартирных домов? Единственное, что может заставить людей платить, это реально, когда они увидят, что качество предоставления услуги изменилось. Мое мнение, что в большинстве ситуаций качество этой услуги с 1 января не изменится. Почему? Потому что, ну да, расторговано 4 лота по транспортировке мусора. Эти компании, которые выиграли лоты, наверное, в большинстве своем не обладают необходимым автопарком, они будут контрактовать тех, кто на местах работает. Вот, например, Белая Холуница. У них вот как было 2 мусоровоза на район, так и останется 2 мусоровоза. Только добавятся те населенные пункты, где мусор ранее выкидывался во враги, и где изменится качество оказания услуги. Нигде. И такие вопросы, они задаются, они имеют место быть, поэтому собираемость на начальном этапе не может быть высокой, пока не изменится качество услуги. Получается, люди за электричество тоже не будут платить? Именно так. Так, и что дальше? Ну, то есть там ведь через какое-то время, я так понимаю, что свет могут прийти просто и обрезать? Ну, свет не обрежут, но в целом это вопрос, который вызывает опасения и у наших коллег-законодателей, и у моих коллег из Народного фронта. А в НРГ-сбыте не вызывает опасения, вот то, что они согласились на эти двойные квитанции, условно говоря? Скажем так. Они-то понимают, что тоже могут столкнуться с кредитами? По моему информированному мнению, НРГ-сбыт не совсем понял, куда он ввязался. Понятно. Еще для чего работа идет через НРГ-сбыт? У нас же на сегодняшний момент отсутствует база образователей отходов в Кировской области, которая необходима для работы рекоператора. Мы сейчас об этом чуть более подробно поговорим после небольшой паузы. Роман Титов, вице-спикер ЗАГС Собрания и сопредседатель регионального штаба ОНФ в нашей студии. Мы продолжаем немножко про грядущий выбор, вывоз мусора, говорит там, да, и про выбор компаний, которые будут рассылать нам платежки. Понимают ли люди, которые подвязались, так скажем, да, на распространение платежных документов по ящикам почтовым или еще как-то жителей области, куда ввязались? Вот этот вопрос я задавала. Роман Титов говорит, что НРГ-сбыт не понял пока еще, да? По моему мнению, не совсем понял НРГ-сбыт, насколько на них возрастет, на их офисы, непрофильная нагрузка в сфере, в которой они не обладают полнотой информации. А, то есть там ведь еще с вопросами люди будут звонить? Ну, конечно. Приходит бабушка, а что это такое? А зачем мне это? Почему я должна за это платить? А как мне пересчитать? А почему я платить? Ну, то есть вопросов будет много. Под натиском людей в феврале офисы НРГ-сбыта падут просто как телеграф в период февральской революции. Так. Что про Куприт, регионального оператора и базу, базу абонентов, да? Кому они будут оказывать услуги? Да. Осказывается о том, что у них ее нет. Я думаю, что одним из поводов заключить договор с НРГ-сбытом стало отсутствие у Куприта, у рекоператора, адресной базы образователей отходов. И поэтому они решили идти по базе НРГ-сбыта. Там все потребители, подушевые, с количеством людей, потребляющих энергию, собственно говоря, там решили сэкономить на формировании базы и пойти по чужой. Так. Но люди, которые платят за свет, они же, может быть, и не готовы будут платить за у вас мусором. Мы опять возвращаемся к тому, что услуга может быть не оказана, а платежки придут. Именно поэтому я считаю, что сама концепция увязывания двух платежей, разнородных совершенно, по новой коммунальной услуге и по старой, по мусору и по свету, в одной квитанции, это путь тупиковый, который потенциально может привести к росту социальной напряженности. Так. Вот у нас вопрос от слушателя. Сейчас к социальной напряженности вернемся. Да, вопрос по плате за мусор. Многие кировчане-садоводы полгода живут на дачах и там платят за вывоз мусора. Получается, что будут платить вдвойне и в городе, и на даче? На этот вопрос тоже пока нет ответа. Мы его задавали отдельно и, как и на многие другие коллеги, очень много... То есть мы их часто ставили в тупик вопросами. И действительно этот вопрос имеет место, и ответ на него мы пока не получили. Если, к примеру, сегодня семья выписывается, грубо говоря, на лето из квартиры, ну то есть ставит в известность всех ресурсников, по воде и ставить не надо, счетчики не крутятся, и платит за электричество на даче, на дома не платит, то как будет здесь? Не знаю, нет ответа пока. Вопросы это мы задали. Понятно. В общем, понятно, что ничего не понятно, и в феврале, конечно, город... Город в меньшей степени, село в большей степени. В городе плата, она возрастет, но она не кратно возрастет, нагрузка, да? А вот село, которое никогда не платило, вот там будут большие вопросы. Особенно, еще раз говорю, в связи с тем, что вряд ли появятся контейнеры, контейнерные площадки сразу будут, и, в принципе, Министерство экологии нам это подтвердило на встрече, которую мы провели, будут приезжать мусоровозы за мусором, и бабушки со всей деревни будут идти к ним с кулечками выкидывать отходы. А не дай бог будут возникать несанкционированные свалки в ожидании мусоровоза. Ну, не приехало. Что делать, мусор домой везти? Конечно. Кажется, на обочине. Ну, то есть это будет копиться все? Это будет копиться. Это будет копиться, потом будет приезжать через месяц, может быть, мусоровоз, когда пробьется через дорогу и через супругу. Я бы рад похвалить, на самом деле, но я вижу столько слабых мест и неотвеченных вопросов, что не могу быть оптимистом. Времени было достаточно. Реформа, напомню, была перенесена с начала 2017 года на начало 2019 года. Было два года для того, чтобы все устаканить. Я правильно понимаю, что еще раз отложить ее уже не получится, хотя были такие разговоры на федеральном уровне? Во всяком случае, сейчас уже внесен соответствующий проект в Государственную Думу, который касается переноса реформы в Больших городах. У нас Москва не отторговала регионального оператора. По-моему, в нескольких зонах по меньшей мере не отторговала. Есть надежда, что законодатели федеральные нам позволят перейти на поэтапный такой переход, то есть дать возможность. Сегодня мы обязаны с первого ряда всю область задействовать. Давайте хотя бы идти поэтапно. Надежда есть, но если это и произойдет, мы узнаем об этом край в начале декабря, потому что позже законодательными инициативами федеральными депутаты просто не успеют выйти и рассмотреть эти инициативы в нескольких чтениях. То есть, получается, две недели есть сейчас, чтобы понять, все-таки будет что-то или нет. Еще одна коммунальная тема, тема, по которой есть вопрос нашего слушателя, я о нем напоминаю, да, это тема концессии. Депутаты городской думы пару недель назад на заседании одобрили принципиально тот момент, так скажем, да, что концессия по тепловым сетям в Кирове возможна. Я так понимаю, юридически заявиться и стать концессионером может любая компания. Но разговоры идут о том, что компания, которая будет участвовать в концессии, если будет, это компания Т-плюс, и, по-моему, вот в 20-х числах ноября они уже должны подготовить вот это вот соглашение. Концессия – это единственный вариант ремонта наших труб? Или все-таки вот есть какая-то еще возможность? К сожалению, на сегодняшний момент это единственный вариант опережающего ремонта наших труб. Конечно, можно искать другие варианты, но, знаете, как, если руку сломали, можно и лопух прикладывать, но лучше обратиться к врачу. Так и здесь. Несмотря на то, что концессия вызывает большое количество обоснованных вопросов, просто из-за того, что сегодня мы не понимаем условия этой концессии. То, что там презентация была на городской думе, Т-плюс проведена, ну, это, знаете, там сказочки, которые мы должны проверять по концессионному соглашению. Главные вопросы, которые эта концессия вызывает, это вопрос, связанный с длительным сроком ее реализации. 30 лет, напомню. За это время либо осел сдохнет, либо падиша, грубо говоря. То есть, почему я переживаю? Потому что немалый, даже основной объем инвестиций концессионер планирует сделать с 2010 по 2020 годы. То есть, в первые годы ничего не будет делать? Нет, в первые годы большой объем. Основной объем идет, вот смотрите, перекладка 278 километров за 10 лет, 593 километров за 20 лет, 856 за 35 лет. Ну, то есть, первые, вторые этапы, серьезные доли второго этапа, почти 50%, это 10-20 лет. А, первые 10 лет. Первые 10 лет, первые 20 лет. Первые 20 лет. Вот не возникнет ли такая ситуация, что концессионер начнет сдвигать затраты на более поздние периоды? Какие будут в концессионном соглашении предусмотрены механизмы, как контроля со стороны администрации и правительства, так и со стороны общественности за реализацией этой концессии? Потому что по прошлым инвестпроектам были большие вопросы от общественности и от Союза строителей. Напомню, Союз строителей полтора года назад вывел целый суд, большой суд, доказав, что у нас ресурсники 200 миллионов непонятно куда инвестировали, никак не могут эту инвестицию подтвердить, и, соответственно, незаконно эти суммы распределяли в тарифную составляющую. Вот чтобы этого ни было, надо изучать концессионное соглашение. Пока я не могу ничего сказать. Но потому что его нет. Потому что просто его нет. Дальше важный вопрос, который лично у меня вызывает опасения, это, он тоже должен быть в договоре прописан. Если концессионер создает новые сети за счет средств тарифа, чьей собственностью становятся эти сети? Эти сети становятся собственными муниципалитетами, или они становятся собственностью Т-плюс? Потому что в предыдущие годы, не в рамках концессии, а в рамках арендного договора, участки сетей, которые заново создавались Т-плюс, перекладывались, они становились собственностью Т-плюс. Так, Роман, все-таки уточняю, заново создавались или перекладывались? И заново создавались, в том числе новый микрорайон, например. Город Киров будет развиваться, будут сформироваться новые сети. Чьи собственности они будут, я на сегодня не могу сказать. Если это собственность муниципалитет, окей, мы оплатим это из своего кармана в рамках тарифа. Если это собственность консессионера, почему мы должны это оплачивать из своего тарифа? Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, это неправильно. Поэтому будем видеть консессионные соглашения. Надеюсь, будет публично, во всяком случае, оно представлено, публично будет обсуждаться, и будем задавать вопросы. Пока это все гадание на кофейной гуще, потому что кроме красивых картинок мы ничего не увидели. Рост тарифа для жителей, насколько максимально возможен? Закон, я так понимаю, допускает рост на величину так называемого предельного индекса федерального. И еще у нас есть какая-то составляющая региональная. Вот посчитали в социальных сетях, что это будет процентов 8 в год примерно. Но при этом почему-то называются какие-то там безумные совершенно. Рост, да, там на 18%, на 15% я видела. Вот когда мы увидим, что региональные службы по тарифу зашли документы по концессии, они обязательно по тарифу к консессионному, они обязательно проходят общественный совет, куда я вхожу, общественный совет РСТ, мы увидим, собственно говоря, какой рост тариф прогнозируется. Потому что пока там общественность говорит 18%, Т-плюс говорит, ну нет, до такого уровня мы не дойдем, но не говоря реальную цифру. Здесь важно еще понимать, у нас же есть обязанности органов государственной власти оплачивать разницу между тарифом экономически обоснованным и фактически установленным. То есть если у нас, к примеру, РСТ, область, пойдут на установление, на сдерживание тарифа, а консессионер подтвердит через год свои затраты, у нас за это заплатит областной бюджет, как у нас происходит по многим котельным, например. То есть и, да, на первый год тариф может быть маленький, но мы потом косвенно через бюджет эти деньги потеряем. Опять же, пока это все гадание на кофейной гуще. Ждем соглашения. Слушатель Николай все-таки спрашивает вас, действующим законодательством на объектах коммунальной инфраструктуры предусмотрено создание муниципальных казенных предприятий. Почему все-таки консессия тепловых сетей, а не создание муниципального предприятия? Потому что, Николай, у нас, у города Кирова, нет финансового ресурса, который бы позволил нам эти сети модернизировать. А если сделать это муниципальным казенным предприятием, ну, фактически это финансирование 100% за счет средств городского бюджета, тариф нам не дадут установить выше 4%. По консессии разрешается отклоняться от этих предельных индексов допустимых с комбинационной моделью соответствующей. То есть, к сожалению, это не вариант. Это тот самый подорожник, который мы можем прикладывать к руке, но от которого у нас вряд ли улучшится состояние сетей. Слишком невелика будет сумма сбора, да? Роман Титов, вице-спикер ЗАГС Собрания в нашей студии. Мы продолжим после небольшой рекламы. Сопредседатель регионального штаба ОНФ и вице-спикер ЗАГС Собрания Роман Титов в нашей студии. Мы продолжаем. Еще одна важная тема тоже, которая обсуждается в последние дни очень активно, это презентация Кировской области, которая прошла в Москве. Мы презентовали мероприятия, необходимые в Кирове в преддверии 650-летия нашего города. И я так понимаю, что презентация эта целью своей имела все-таки получить какие-то федеральные деньги в преддверии юбилея, в том числе на какие-то культурные знаковые объекты, еще на что-то, но и на инфраструктуру. Всего, насколько я помню, предполагалась, ну вот эта сумма затрат, это порядка 120 миллиардов рублей. 120 миллиардов рублей. СМИ сообщают очень много и активно о таких вещах, как углубление дна вятки, и вятка станет судоходной, ремонт цирка, ремонт драматического театра. Но это важно, безусловно. Создание кластера, а потом и крупного жилого микрорайона в Вересниках, но упускает совершенно такие важные вещи, как реконструкция ливневой канализации, реконструкция дорожной сети, закупка транспорта, нового для Кирова общественного. Ну вот, в частности, на дорожную инфраструктуру требуется, по расчетам наших властей региональных и городских, почти 46 миллиардов рублей, на реконструкцию ливневки 2 миллиарда рублей. Вопрос вот какой. Вот все эти поездки в Москву, в федеральный центр, они Кирову что дают? То есть действительно есть возможность получить какие-то деньги из федерального центра, если да, то в каких объемах? То есть вот эти 120 миллиардов рублей необходимых, получится привлечь или нет? И на что центр федеральный все-таки сделает акцент? Это инфраструктурные какие-то вещи? Или это вещи, ну, условно скажем так, красота и культурка? Вообще сам процесс, который сейчас ведет губернатор по привлечению федеральных средств к юбилею, очень важный. Напомню, что в свое время, когда мы первый раз празднули юбилей нашего города, 600-летие, 74-й год, удалось благодаря... А до этого просто не отмечали. Удалось привлечь деньги на строительство Творца Пионеров, разморозить долгострой по цирку. Нет, не по цирку, долгострой был другой. По цирку тоже был вопрос, в 1977 году вместе с Дианомой сдали, но выделение средств было в рамках празднования юбилея в том числе. Просто позже пришли. Да, эти объекты, они, собственно говоря, до сих пор радуют кировчан и являются символами нашего города. И очень хочется, чтобы в рамках той работы лоббистской, которую сегодня наши власти проводят, появились новые знаковые объекты для города Кирова. Что касается суммы. Давайте четко разделять. Прямые федеральные средства, субсидии, которые пойдут на строительство каких-то знаковых объектов, например, концертного зала, и косвенные федеральные финансирования. Например, цирк, он точно будет финансироваться не через региональный бюджет. Это будут деньги выделяться в форме субсидий Росгосцирку на адресные дна, реконструкция Кировской цирка. Это собственность. Эти деньги, они придут конкретно на цирк? Эти деньги, они в 120 миллиардах, которые область просит, но они не в тех средствах, которые область получит. То есть их получит другая компания. Также в эти 120 миллиардов входят средства по существующим федеральным программам. Это безопасная, качественная дорога, комфортная городская среда. Речь идет о том, что надо увеличивать финансирование Кировской области с юбилеем уже в рамках существующих программ. И третье, о чем власть говорит наша, о том, что нужны средства на знаковые объекты. Например, концертный зал и реконструкция театра. Эти оба, то есть театры, он и так находится в областной собственности, новый концертный зал тоже должен быть областным. Вот эти деньги это прямое федеральное финансирование. Вот я считаю так, что цифра, которая названа, она амбициозная. И это очень правильно, потому что федерация все равно рубит хвосты и дает, лучше представить больше объектов и получить финансирование на меньшее количество, чем с самого начала зажать свою фантазию и представить меньшее количество. Реально объемы средств очень сильно зависят от уровня регионального лоббизма. Например, вот смотрим Ярославль, не Ярославль, Пенза, 350 лет, 2013 год. Федеральный бюджет выделил 8,4 миллиона рублей, миллиарда рублей. А, например, Ярославль в 2010 году выделил 14,5 миллиардов рублей. Это вот те прямые деньги, да, вот строительство новых красивых объектов. То есть Иркутску в свое время выделили всего лишь 1,1 миллиард рублей. То есть лоббисты оказались слабее. Что-то как-то очень скромно это выглядит на фоне запросов 120 миллиардов. Есть большие цифры, есть цифры, которые измеряются десяткой миллиардов. Ну, там Ярославль, там я назвал, Астрахань назвал, там 14,5, 12 миллиардов. Но это все равно в 10 раз меньше, чем нужно. А все остальное, как я и говорил, там есть три составляющих. Это строительство объектов. Остальные это БКД и иные, там федеральные нацпроекты сегодня. У нас, например, в нацпроекте, который касается дорожного строительства, заложены проекты по строительству обходов наших. Как раз на срок примерно близких к юбилею нашего города. То есть в ближайшие 6 лет. Да. И когда мы говорим о 120 миллиардах, мы говорим о неком объединении средств из всех возможных, там из федерального бюджета прямых, из проектной работы, из бюджетов того же Росгосцирка. Поэтому цифра амбициозная, но хочется верить, что она будет реализована. Там, если мы только говорим по дну углублению, цифра, которая нужна для возобнования судоходснарядки, это средства тоже по нацпроекту, национальной программе, это порядка 8-9 миллиардов рублей. А нужно оно? Дно углубления на Вятке? Вот вопросов вызывает множество на самом деле. Вчера Владислав Крысов говорил, не надо не смешить. А потом Владимир Сметанин записывал комментарий Василия Киселева, бывшего главы администрации Кирмана. Тоже посмеялся, говорит, зачем это? Смотрите, раньше, в период, когда был разрешен, точнее, когда вятка была судоходной и по ней проводился сплав леса, за один сезон сплава по реке сплавлялось леса объемом в 1 миллион камазов. Сегодня молевой сплав по рекам запрещен. Ну, это вот свободно, когда бревна, как раньше спускает, но разрешен сплав в сопровождении не баржами. То есть лес увязывают в плоты и булсиром протягивают к местам переработки. А у нас действительно в весенний период дороги закрыты, и фактически лесники остаются без работы, без загрузки. Сегодня в рамках того, что вятка не судоходная, мы не можем заниматься вот этим управляемым сплавом леса. Перспектива очень серьезная, экономический эффект для лесной отрасли будет колоссальный. А все-таки он есть. Колоссальный. Я с лесниками говорил, эта тема обсуждалась впервые еще в прошлом году весной. И коллеги говорили, если бы это было возможно, это позволило бы нам избежать вот этих вот пауз загрузки предприятий. Простоев. Простоев, да. Поэтому вот не надо думать, что это все делается ради теплохода с неправильным названием Василий Чапаев. Вообще так теплоход называться не должен. Василий Чапаев, это ну в реке Урал, будучи построенным, был гвардейцем. Плохой назвать теплоход. Это делается не ради туризма. Это делается ради бизнеса и ради тех проектов крупного, серьезного, который получит возможность загружать предприятия. Весной три месяца они сидят без леса фактически за перекрытие. А люди сидят без зарплаты. Да. Возвращаясь все-таки к цифре в 120 миллионов, если вот объединить... Миллиардов. Миллиардов, да. Если объединить все возможные источники по всем-всем-всем программам, на какой примерно процент от 120 миллиардов мы можем рассчитывать? Ну, мое мнение, что цифра в 80 миллиардов, это цифра с высокой степенью вероятности достижима, если не снижать накал борьбы, которую сегодня наши коллеги из городской администрации областного правительства начали. В общем, ездить, ездить, просить, стучаться, показывать презентации, готовить качественные презентации. Сюда же ведь пойдет и программа переселения аварийного жилья, которая заново сейчас стартует на федеральном уровне. Реновация. 23-го будет слушание в Госдуме, и мы понимаем, что переселение будет через реновацию идти. Те же вересники. Если у нас есть и в планах, в проектах есть формирование жилой застройки, это чем ни схема для расселения аварийных бараков, которые там в вересниках есть, и формирование новой застройки, реновации, ты расселяешь дом малоэтажный, переселяешь людей в другое комфортное жилье и строишь на этом участке после отсыпки до определенного уровня, чтобы не топило, строишь новые дома. Но я, насколько понимаю, пока законопроект о реновации не прошел еще, да? Он рассматривает, ЗАГС собрание, Кировская область его поддержала. Да, это мы помним. У нас остается буквально две минуты и две темы на выбор. Ну, то есть, можем мы поговорить о выборе подрядчика для содержания наших кировских дорог в течение ближайших 20 месяцев. Им стал, напомню, город Ормозстрой. Накануне, насколько я понимаю, стало об этом известно. Или о площадке на Октябрьском проспекте 90, спортивной площадке без входа и выхода, которая заинтересовала даже Ивану Органту. Я готов ответить на оба этих вопроса очень кратко. Так. В чем плюс единого подрядчика по уборке города Кирова? Напомню, прошлой зимой работало порядка семи подрядчиков, с каждым из которых администрация была вынуждена налаживать новые контакты, новые отношения, и город убирался где-то нормально, а где-то безобразно. Сейчас город Ормозстрой, понимаем, не будет один этим заниматься, у него техники не хватит. Он будет работать в качестве оператора, нанимая субподрядчиков и воздействуя на них рублем. А если город Ормозстрой не сможет ничего с плохим подрядчиком сделать, то что? Он должен найти нового и быстро. Он без всяческих контрактных проволочек, без 44-го ФЗ, он с ним расторгнет договор и наймет нового подрядчика. Это правильно. А как это будет реализовано, посмотрим. По площадке на Октябрьском проспекте, которая была верх ногами, без дверей, с пнями, вот самое главное, что... В мэрии сказали, что она была без дверей, потому что были пни. В мэрии должны понять, что такое. Такая ерунда могла возникнуть только по одной причине, что мэрия в качестве заказчика работ безобразно приняла эту площадку. Ведь акты приема были подписаны. КС-2, КС-3 формы. Очевидно, никто не выезжал на объект, потому что если бы чиновник, подписывающий ведомости, выехал на объект, он бы не принял такую площадку. Вот с этой практикой пора заканчивать. Объект должен приниматься только если он реально проверен людьми, которые увидят все недочеты и потребуют их устранения. А здесь, собственно говоря, если бы не общественники и не всенародная слава, в том числе слава Ивану Урганту, площадка так бы и стояла, как памятник безлаберности муниципальных чиновников. Как минимум до следующей весны. Роман Титов, сопредседатель регионального штаба ОНФ, вице-спикер ЗАГС Собрания. Был у нас в особом мнении. Мы на этом завершаем, но думаю, что встретимся тоже в ближайшее время в наших эфирах. С удовольствием. Спасибо.